Привет-привет, водолеи! Меня зовут Макокон Людмила. Сегодня мы поговорим с вами о планете Сатурне, а точнее, периоде ретроградности, который наступит с 29 июня до 15 ноября 2024 года. И хочу вам напомнить, что смотрите ваши прогнозы по Солнечному знаку, по знаку Асцендента и по знаку Луны, потому что все три сферы проиграются по Сатурну. Кстати, если вы до сих пор не знаете, кто вы по Асценденту или Луне, обязательно оставляйте под этим видео дату, время и город своего рождения. А я вам с удовольствием отвечу и напишу знак Асцендента и Луны в вашей натальной карте. Сатурн – это строгая планета и символизирует традиции, долг, ответственность. Поэтому здесь очень важно иметь гибкость, уметь адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам, чтобы приспособиться к новой реальности. Ретро-Сатурн всегда замедляет привычное течение времени, поэтому нужно подготовить себя к неспешному развитию событий. Мы должны определить нашу текущую позицию, согласовать ее с тем, куда мы хотим двигаться. И чтобы продвигаться вперед, мы должны опираться на наш опыт и быть реалистами в отношении наших потенциальных достижений. Это время для того, чтобы мы могли взять паузу, задуматься, что мы можем изменить и улучшить, чтобы двигаться дальше без помех. В период ретроградности Сатурна может появиться ощущение одиночества, сомнения в себе, и важно научиться преодолевать такие настроения. С 29 июня по 15 ноября мы получаем возможность отказаться от того, что нас тяготит и смириться с тем, что необходимо принять как данность. В этот период нам дается шанс разобраться с нашими проблемами. Водолея. У вас Сатурн сейчас будет разворачиваться во втором доме гороскопа. Второй дом – это дом ценностей. И с 29 июня по 15 ноября могут происходить ситуации, которые очень сильно будут влиять на переоценку ваших ценностей, что для вас важнее всего. Сатурн – планета обязательств. От чего-то вы можете вообще отказаться снять с себя какие-то обязательства. То, что для вас уже не ценно. Можете ощутить или понять, что вы себя где-то не цените или недооцениваете. И Сатурн заставит вас доказать себе и другим, чего вы стоите. Второй дом – сектор денег, финансов, доходов. Это период пересмотреть свои навыки и пути зарабатывания. Как будто вам нужно узнать себя и раскрыть свои таланты, чтобы ими зарабатывать, что вы умеете делать лучше всего. Сатурн все уменьшает, и он дает постепенный рост шаг за шагом. И несмотря, что в этот период ваши доходы могут снижаться, но они станут более стабильными. Или может быть так, что у вас будут хорошие доходы, но из-за каких-то финансовых обязательств вы станете меньше тратить на себя. В данном случае Сатурн сделает акцент на финансовую дисциплину, где вы научитесь планировать свои доходы и расходы. Второй дом – это дом ресурсов. Ресурсы – это наше здоровье, наше время, наше питание. Сатурн добавит вам больше серьезности в данных направлениях. Возможно, вы задумаетесь о поддержании своего организма, в связи с чем поменяете питание. На этом канале у вас уже ждут прогноз о Пуэй Питере, который поменял знак на целый год. Узнайте, какие подарки и сюрпризы он приготовил лично для вас. Прогноз о ретроградном плутоне, который вошел в знак водолея на 20 лет и будет влиять на линию вашей жизни. И не забывайте смотреть гороскоп и торопрогноз на июнь месяц. Что ж, друзья, надеюсь, вам понравилось мое видео. Благодарю за лайк, комментарий и подписку. И увидимся в следующем видео, где я расскажу, что вас ожидает в июле.